Пять советов, которые я дала бы себе в самом начале швейного пути. Всем привет! Меня зовут Гульнас, я основатель и преподаватель онлайн-школы шитья Беспок. И в этом видео хочу поделиться с вами несколькими лайфхаками, скажем так, которые я осознала только позже и не понимала их ценности еще в самом начале. Но они очень важны, если вы хотите быстро, комфортно и с удовольствием научиться шить. Первый совет, первое послание – вам нужен помощник. Действительно, без него войти в новую сферу очень сложно. Сейчас таких людей называют наставниками, проводниками, но как бы вы их ни называли, вам нужен человек, который подскажет вам, как двигаться, как лучше поступить в той или иной ситуации, как обработать конкретный узел и в целом шить изделие от начала и до конца. Потому что, когда вы входите в новую сферу, очень сложно бывает ориентироваться во всех деталях, во всех тонкостях. И велик соблазн бросить все на полпути. Это может быть даже бесплатная помощь или в обмен на что-то. Кстати, у меня был подобный опыт. Однажды мы с моей подругой решили обменяться, скажем так, курсами. Она преподавала мне иностранный язык, а я преподавала ей шитье. То есть мы обменивались своим опытом, своими знаниями, можно сказать, бесплатно. Возможно, и в вашем окружении есть такие люди, и вы сможете чем-то поделиться, или, возможно, отблагодарить или подарить подарок за то, что вас будут периодически направлять и консультировать в вопросах шитья. Если в вашем круге общения нет таких людей, то сегодня вы с легкостью можете найти любые курсы шитья. Ну и, конечно, если вы только начинаете, лучше всего, если в рамках курсов есть поддержка и консультации, потому что у вас будут, скорее всего, возникать вопросы, сомнения, ну и настрой иногда может падать, а для этого поддержка очень нужна. Кстати, на наших онлайн-курсах есть поддержка кураторов-преподавателей в индивидуальном чате. Она идет подарком к любому курсу, который вы приобретаете на сайте бесплатно.ру, и поддержка осуществляется в личном чате, то есть индивидуально только с вами. Можно не стесняться задавать любые вопросы, отправлять фотографии или видео при желании, и заботливые кураторы с любовью вам помогут и ответят. На наших онлайн-курсах вы как раз сможете получить ту самую поддержку, которая очень нужна в начале швейного пути. Следующий совет — это утюжка. Вы можете удивиться, сказать, что, наверное, это пятый или десятый по важности вопрос, но в действительности утюжка супер важна. Утюг, качественный утюг — это второе, что вы должны приобрести сразу же после швейной машинки. Это лучшая инвестиция, которая сделает ваши изделия очень качественными. И, например, я, если я посмотрю на изделие, сшитое без утюжки и с утюжкой в процессе пошива, я сразу же увижу разницу, она колоссальная. На самом деле, даже сейчас, когда я смотрю на свои архивные фото, некоторые изделия я фотографировала, и я вижу, что там утюжки нет, мне становится немножко не по себе, не хочется показывать эти работы, потому что изделие абсолютно неаккуратное. Даже если строчки ровные, даже если крой, технология пошива соблюдена, но утюжки не было, это сразу же бросается в глаза, и качество изделия сильно падает. Ваши строчки могут быть неровными, детали несимметричными, но если вы сделали качественную утюжку, влажно-тепловую обработку, то изделие будет выглядеть отлично, и никто не заметит неровных строчек. Поэтому, если у вас уже есть швейная машинка, то следующий вопрос, который вам нужно решить, это найти качественное утюжильное оборудование, проще говоря, утюг. Я, на самом деле, советую посмотреть в сторону утюгов с парогенераторами, но если вы новичок, вам может показаться, что утюг с парогенератором – это слишком для начала. На самом деле, это не так. Утюг с парогенератором может быть разным, это во-первых. Во-вторых, он идеален и для бытовых целей. К примеру, мой парогенератор бренда Lilith, он относится к категории профессиональных, имеет тяжелый утюжок, стальной бойлер, стальной корпус, и, признаться раньше, я считала его профессиональным только для ателье, только для опытных мастеров, но оказалось, это не так. Он прекрасно справляется с повседневной глажкой одежды, белья. Кстати, постельное белье и другие вещи я глажу в несколько раз быстрее, чем с обычным утюгом когда-то. И, к примеру, постельное белье, в одном из видео я показывала, складываю просто сразу же в несколько слоев, и прохожусь один раз обильно утюгом, и оно идеально разглаживается. Очень экономит время, очень ускоряет процесс, и делает это максимально качественно. Еще один такой бонусный момент. Если вы любитель продезинфицировать, удалить микробов, то такой утюг с этим тоже прекрасно справится, потому что у него большой диапазон температур, в том числе и высоких температур. В обычных утюгах, в бытовых утюгах с парогенератором такой высокой температуры, к сожалению, не добиться. Мой парогенератор бренда Lilith, модель называется PS21, и я пользуюсь этим утюгом с парогенератором уже несколько месяцев и в полном восторге. Если вы ищете какой-то надежный утюг, который прослужит вам долгие-долгие годы, который не будет ломаться, с которым очень легко обращаться, то вот эта модель Lilith идеальнейший вариант. Я заказывала этот утюг в интернет-магазине 7Shop, оставлю вам ссылку внизу. Кстати, у меня есть промокод на скидку 10% в 7Shop, можете пользоваться этим промокодом, его срок действия не ограничен. И если вы сейчас в поисках надежного, качественного утюга, который прослушат вам долгие-долгие годы и не потребует какого-то особого ухода, то я искренне рекомендую вам этот парогенератор. Корпус в этом утюге полностью выполнен из стали, из нержавеющей стали, поэтому вы можете не бояться накипи и прочих неполадок, которые обычно случаются в утюгах. Сюда можно заливать любую воду из-под крана. Я заливаю фильтрованную, но достаточно и самой простой воды. Внутри есть нагревательный элемент, но накипь на нем не образуется. Она остается как бы комочками на дне, и спустя какое-то продолжительное время пользования, либо можете делать это периодически, вам нужно просто залить внутрь воду, как вы делаете это обычно, но просто немножко пополоскать изнутри и вылить. И все, это весь уход, который требуется для такого парогенератора. Повторюсь, такой принцип ухода подходит не для всех. Вот для парогенераторов Lilith в стальном корпусе с остальным бойлером этого достаточно. Это только один из плюсов парогенераторов Lilith. Я делала по нему подробный видеообзор, поэтому, если вам интересно, можете перейти по ссылке в описании и посмотреть этот выпуск. Еще из больших плюсов, которые хочу сейчас отметить, это тяжелый утюг. Вес этого утюга примерно полтора килограмма, возможно, даже чуть больше. И в чем преимущество тяжелого утюга? Вам не нужно стоять, нажимать на утюг для того, чтобы хорошенько отстоять детали, отутюжить их, разгладить заломы и так далее. Утюг делает это все сам. Мне можно расслабиться и просто ждать. Особое удовольствие я стала получать от тяжелого утюга в процессе дублирования. Я помню, какое сопротивление у меня всегда вызывало дублирование, потому что необходимо большие участки проклеить, приклеить дублерин. И нужно подолгу стоять и еще нажимать на утюг для того, чтобы дублерин хорошенько схватился и приклеился к ткани. Здесь такого нет. Я просто ставлю утюг на нужный участок, отдыхаю, наслаждаюсь процессом, а затем через несколько секунд просто переставляю утюг, и он делает всю работу за меня. Я знаю, что существуют специальные прессы, которые используют как раз для дублирования больших отрезов ткани, больших деталей, но согласитесь, для бытовых целей покупать пресс для дублирования, стоимость его не такая маленькая, не самое доступное решение. А вот такой утюг закроет все ваши потребности. Почему говорю все? Потому что здесь еще есть функция вертикального отпаривания. Вы можете отпаривать вещи в развешанном состоянии, то есть не только на доске горизонтально, но и еще вот так вертикально. Пар здесь очень мощный, он одинаково мощно подается и в горизонтальном состоянии, и в вертикальном. У него постоянный хороший сильный поток пара, причем пар здесь сухой. Не буду рассказывать обо всех тонкостях и плюсах этого парогенератора, смотрите видео с обзором, если вам интересно. Рекомендую приобретать парогенераторы бренда Lilith именно на сайте 7shop, во-первых, потому что у меня есть скидка, которой вы можете тоже воспользоваться, ну и во-вторых, на сайте 7shop.ru, как правило, самые выгодные предложения на утюги бренда Lilith, кстати, не только Lilith, но и других производителей, плюс они еще часто устраивают различные акции. Поэтому можно даже подписаться на их соцсети, чтобы не пропустить выгодные предложения. Так много внимания уделила утюжке, но на самом деле это намного важнее, чем кажется. Я сама долгое время игнорировала утюжку, и, к сожалению, это сказалось на качестве моих изделий, но сейчас утюжка — это моя самая любимая часть в пошиве одежды. Следующий совет — это терпение. Казалось бы, многие из нас идут в шитье, что-то делают руками, создают одежду для того, чтобы немного заземлиться, успокоиться и расслабиться. Многие видят в этом даже своеобразную медитацию, но на самом деле шитье еще тренирует нас терпение. В большинстве случаев никогда не получается с первого раза, и это нормально. Нужно сразу же дать себе установку, убрать все ожидания, не ждать от себя, что получится идеально с первого раза, а просто повторять и повторять с терпением до тех пор, пока не получится. Потому что когда у нас есть ожидание от чего-то, ожидание какого-то результата, мгновенного результата, а в итоге получается совсем не так, как мы ожидали, мы чувствуем разочарование. Это очень неприятно, хочется совсем бросить это дело, а возможно, как раз там был ваш рост, и возможно, за этим ваше будущее. Поэтому здесь нужно просто запастись терпением и сказать себе, что, скорее всего, с первого раза не получится, и это нормально. У меня, как и у всех, бывали подобные ситуации. Иногда кажется, что даже техника против тебя, петли не обметываются, строчка неровная, нитки обрываются. Но в таких моментах лучше всего передохнуть, отложить все дела, возможно, прогуляться, переключить свое внимание и вернуться к этому делу чуть позже. Совет номер четыре. Фокусироваться не только на практике, но и на теории. Как только я завершила обучение в швейном училище, я пошла работать в ателье. И там была чистая практика никакой теории. Я удивилась, насколько быстро прокачиваются мои навыки, и я почувствовала быстрый профессиональный рост. Тогда я подумала, что дело только в практике. Но на самом деле оказалось, что у меня была та самая теоретическая база, без которой такого стремительного роста не случилось бы. Также я допускала очень много ошибок, ходила много раз по кругу, наступала на одни и те же грабли, потому что банально не знала каких-то теоретических моментов. Но когда ты знаешь теорию, знаешь, где тебе уже разложили и рассказали, как можно максимально быстро прийти к результату, и затем ты это реализуешь на практике, получается максимально быстрый и качественный результат. Поэтому теория плюс практика — это идеальнейшие сочетания. Кстати, на наших курсах мы даем и теорию, и практику, поэтому они всегда находятся по взаимодействию, поэтому вы получаете хороший результат при условии, если прилагаете к этому усилия. Ну и пятый совет — это не сравнивать себя с другими. Я по себе знаю, как сильно это истощает, и как сильно падает дух, когда смотришь на больших мастеров и профессионалов, и думаешь, на каком уровне находишься сейчас ты. Но правда в том, что мы сравниваем свое начало с чьей-то серединой, и, возможно, эти мастера посвятили этому уже более 10 лет, а вы только начали или занимаетесь этим пару месяцев. Поэтому единственное, как бы это банально ни звучало, с кем вам нужно себя сравнивать, это себя сегодняшнего с собой вчерашним. А еще у всех темп разный. Кому-то комфортно заниматься более медленно, кому-то нужно пересмотреть пять раз. Кстати, я к ним тоже отношусь. Мне приходится пересматривать занятия по несколько раз, чтобы понять суть. И это нормально. Кстати, именно поэтому на наших курсах у нас нет потоков, нет каких-то групп для того, чтобы никто не ориентировался на чей-то результат и не принижал свои успехи. Поддержка в наших чатах индивидуальная, работа с каждым ведется индивидуально, поэтому вы можете чувствовать себя комфортно, заниматься именно в своем темпе. Это самые главные, самые важные советы, которые я дала бы себе в самом начале пути, и с которыми хочу поделиться с вами. Да, это были не швейные лайфхаки. Я не рассказывала, как быстро что-то сшить и не делилась подобными приемами, но на самом деле это все мелочи. А то, о чем мы сегодня поговорили, это более важные, фундаментальные вещи. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Кстати, если у вас тоже есть какие-то швейные советы, которые вы могли бы дать себе или новичкам, то обязательно напишите их в комментариях. Я уверена, многих они поддержат и станут опорой. Я желаю вам хорошего дня, и мы с вами совсем скоро увидимся в следующих выпусках.